Почему проиграл? Чемпионские раунды я должен был забирать, и все шло по плану, я все сделал по плану, но когда бой идет решением судей, они обычно это практикуют во всем мире, что смотрят на последние чемпионские раунды. Тот, кто забирает последние два раунда, то тому бойцу отдают победу. И в этом случае я тоже думал, что они мне отдадут, но так как это у нас, поэтому они вот так и не отдали мне победу. Но я думал, если честно, я думал, там минимум должна быть ничья. Да, после боя я уже вызвал сразу на бой, на реванш, он вроде согласился. Мы планируем, я вообще планирую вернуться в клетку Fight Night где-то в конце сентября. И если они мне дадут незамедлительный реванш, то это будет уже на нашей территории, на нашей земле. Я думаю, судьи будут объективны. Не будет ни на этой стороне, ни на той стороне, а будут судить по тому, что было в клетке. Я надеюсь на это. И в реванше, я думаю, я выиграю досрочно. Сейчас, только прошла неделя после боя, сейчас тяжело о чем-то говорить, но они уже планируют, они уже решили, что бой в бой будет в Fight Night, турнир пройдет в Алмате. Либо в начале октября, либо в конце сентября. Этот турнир точно будет. И в главном бою вечера я точно буду возглавлять этот турнир. А соперником кто будет, это будет Алибеков или кто-то другой, я точно не знаю. Они могут сделать, до моего возвращения, они могут сделать Алибеков, Алиев за пояс чемпиона и победитель встретиться со мной в Алмате. Они могут так сделать. Либо кто-нибудь, если травмируется, они могут дать. Ну это, да, это тяжелый вид спорта, тяжело сказать, да, наверняка. Поэтому будем ждать, будем готовиться. Так что я готов ко всему. Если они дадут мне другого соперника, я выиграю этого соперника и буду требовать бой за пояс. Если дадут мне незамедлительный реванш, то я приму и этот бой. У меня есть, на данный момент у меня есть менеджер, он в Китае живет. Есть PR-менеджер, здесь человек из шоу-бизнеса. У меня есть конкретно два контракта. То есть это Fight Nights и WBK в Китае, которым я являюсь чемпионом двух весовых. Вот я планирую, они мне что-то перед этим боем писали, что я должен защитить пояс в конце июня. В конце июня, в начале июля я должен защитить пояс чемпиона. Поэтому я сейчас жду точно даты. Как только объявят, я начну подготовку к этому бою. Потом после этого планирую отдохнуть немного и уже начну подготовку. Сейчас Китай на очень высоком уровне. Почему? Потому что в Китае, если вы посмотрите на факты, на цифры, то с Китая в UFC где-то больше 10 бойцов выступает. У нас в Казахстане нет ни одного бойца. В СНГ в целом очень мало бойцов, если не считая Россию. То есть Китай сейчас на высоком уровне. Они каждую неделю, каждый месяц проводят по 8-10 турниров. То есть по К1, по муай-тай, по всяким видам спорта. Поэтому сейчас выступать в Китае очень сложно. Почему? Потому что многие бойцы из Америки, из Европы, из Азии переезжают туда. Из России в том числе. И живут там, и выступают там. Поэтому одно только название, что в Китае. А выступаешь против других бойцов. И у них намного больше платят, чем в других организациях. Поэтому сейчас, на данный момент, все рвутся в Китай. Да, потому что сейчас UFC выкупила именно китайская компания. И они сейчас потихоньку заходят в китайский рынок. Но так как я в Китае в своем весе номер один, 70 килограмм, я за счет этого надеюсь, что мне будет легче попасть туда. У меня вообще с этим проблем не было. В связи с гонкой. Потому что я не очень много гоняю. Где-то 8-9 килограмм, может максимум 10 гоняю. Поэтому с этим у меня проблем нет. Но в последнем бою у меня были проблемы. Потому что я не смог пройти климат. Там другой был. Часовая разница 6-7 часов была. Перед турниром я два дня не мог спать. Два дня не спал. Вес, поэтому у меня чуть были проблемы с весом. А вообще в будущем я планирую, если я перейду в UFC, то планирую спуститься вниз на 66 килограмм. Потому что многие бойцы в моем весе, также и Алибеков и многие другие, если вы заметили, они больше у меня выглядят, потому что это крупнее. Потому что они гоняют около 16-17 килограмм. Мне приходится гонять 8-9, поэтому у них преимущество. Мне тяжело бывает. Это чувствуется, когда я с ними борюсь, когда я бьюсь с ними. Поэтому я планирую. Может быть после этого боя, может в будущем, я обязательно перейду в наши 60 килограмм. У всех по-разному. Кто-то набирает 5 килограмм, кто-то набирает 10, кто-то набирает 7. А я где-то набираю 7-8 килограмм. Сейчас я могу сказать, что у нас развитие ММА в Казахстане идет очень хорошо. Вовлечены в это и государство, и все люди, и спонсоры проявляют интерес к этому виду спорта. Несколько существует в Казахстане, несколько федераций ММА. Появляются новые, все новые, все новые турниры. Поэтому я очень рад этому, потому что, когда появляется много турниров, много организаций, много федераций, внутри страны появляется конкуренция. А когда есть конкуренция, тогда через эту конкуренцию спортсмены и растут. Поэтому и в любительском спорте, если вы заметили, много результатов показывают ребята. Поэтому я могу на данный момент оценить наше развитие на четверку, на пятерку. Но мы не должны расслабляться. У нас еще много чего, много работы предстоит. Главное, поэтому, главная наша цель – это выступать на лучших организациях мира. UFC, Bellator, Fight Nights, Gage Warriors, европейские. Поэтому на данный момент все идет очень хорошо. Ну, UFC – это вершина, да. Но, как я уже сказал, это зависит от многих факторов. Но так как я один со всем этим справляюсь, я один. Пытаюсь что-то сделать, пытаюсь что-то изменить. Поэтому для меня выступать, я буду всегда стараться, я так скажу, я буду всегда стараться выступать только в лучших организациях и на мировой арене, где бы ни было. Сейчас, почему я заключил контракт с Fight Nights, потому что она считается лучшей организацией в СНГ. И даже в Америке, даже в Европе отправляли мне видео моих боев. Поэтому она растет, растет. И даже трансляция идет UFC Fight Pass по их каналу. Поэтому я на данный момент, я уже номер один в Китае, в Казахстане, в Средней Азии, я тоже один из лучших бойцов. Сейчас для меня задача завоевать публику в России. То есть СНГ, Россия, Китай, Казахстан, Средняя Азия, я уже известен. Мне нужно хорошо стать на ноги в России, стать очень известным в СНГ. После этого я буду уже двигаться дальше. У меня есть три боя по контракту. Я собираюсь их всех выиграть громко. И я думаю, через год, может, в конце этого года, если все получится, то минимум я хочу подписаться в Беллатор. Почему в Беллатор? Потому что мой друг, мой кумир, титул артист, я с ним часто переписываюсь, он хочет сюда приехать. Поэтому через него я мог бы подписать контракт с Беллатор. Но почему я не подписываю? Потому что если ты выступаешь в Беллатор, то тяжело будет перейти в UFC. Потому что они два организации, между собой конкуренты. Поэтому я пока остановил этот вариант. Посмотрим. Много вариантов на самом деле. Да, конечно, есть такое. Ведутся много переговоров. Все смотрят на рынок. Я еще раз говорю, боец. На бойца, конечно, им хорошо иметь хорошего бойца. Но почему они не проявляют интерес к нашим бойцам, к бойцам СНГ? Потому что у нас нет такого. У нас менталитет другое. Если вы заметили, у нас все ребята скромные. А в Америке нужно шоу. Им нужно шоумены. Им нужен яркий выход. Им нужен тот боец, который поднимет их организацию на новый уровень. Поэтому они на это смотрят. Второе смотрят на деньги. Потому что весь спорт сейчас на деньгах строится. Поэтому это зависит от телеканалов, от рейтингов. Поэтому в тот день, когда мы, бойцы, будем готовы к этому, когда мы будем уже побеждать, когда наши телеканалы, наши государства будут готовы выкупить трансляцию UFC, тогда мы будем, наверное. Потому что, если вы заметили, вот мы, когда начали выступать в Fight Nights, только трансляция велась только ко спорту. Как только мы начали выступать, государство увидело, что наши болельщики, наша страна очень следит и болеет. Да, есть аудитория определенная. Вся страна, можно сказать, смотрит. Вот телеканал Хабар уже начал транслировать в прямом эфире. Поэтому это взаимовыгодная сделка. Нужен боец, который будет тянуть к себе публику. И, соответственно, после этого наши телеканалы будут транслироваться. Но мы придем к этому, потому что мы всего 6 лет занимаемся этим видом спорта. Для нас это новое. Но придет время, я думаю, мы дойдем к этому. Продолжение следует...